С чего стоит начать лечение остении, когда стоит уже прибегнуть к официальной медицине, к лечению лекарственными препаратами? Ну, в той ситуации, если она не проходит сама по себе. Хотя, на самом деле, еще до того, как обращаться за медицинской помощью и пробовать принимать самостоятельно какие-то БАДы, лекарственные препараты, нужно просто разобраться, что происходит с организмом, какие есть триггеры или факторы риска того, что у человека будет остение. Ну, здесь аналогия, как если какой-то там цех плохо работает, до того, как донанимать новых сотрудников, нужно разобраться, нормальный ли там организован процесс. Поэтому врачи, в принципе, дают целый ряд рекомендаций, которые скучные, неинтересные, но работающие. Типа нормализация цикла сон-бодрствования, нормализация диет. Ну, про пищу уже довольно много говорили сегодня. Но тут добавлю, что это, в принципе, достаточное количество витаминов, минералов, подненасыщенных жирных кислот. Это сокращение приема психоактивных веществ, алкоголя, никотина, возможно, там чего-то еще. Потому что у нас, допустим, алкоголь и никотин рассматриваются как способ борьбы со стрессом. Это способ, грубо говоря, дезадаптивный, потому что временно он снижается, потом, наоборот, усиливается. Повышается уровень стресса.